Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помимо 200 тысяч очень качественных запчастей, которые мы бережно привезли из Европы, в «АвтоСтронг-М» есть огромный выбор шин и дисков. Хотите штампованные, хотите литые, также есть огромный выбор болтов и гаек, так что обязательно позвоните в «АвтоСтронг-М». Ну а сегодня пройдемся по очередному надежному шведскому мотору Volvo. Итак, встречаем V5244S. Пятицилиндровые бензиновые двигатели долгое время являлись визитной карточкой автомобилей Volvo. Их выпускали почти 20 лет и постепенно модернизировали. Сегодня мы будем разбирать один из самых распространенных двигателей под индексом V5244S2 объемом 2,4 литра. Данный двигатель развивает мощность 140 лошадиных сил. Его выпускали с 1999 года по 2009 и ставили на такие автомобили как Volvo S70 и V70 первого поколения, а также на S60 и S80 тоже первого поколения. Мы уже рассказывали о чисто шведских моторах Volvo. Все они созданы на основе легкосплавного блока с чугунными гильзами. Коленвал опирается на бугельную плиту. Клапанной крышки как таковой нету, есть легкосплавная крышка, которая по совместительству является верхней деталью постели распредвалов. В ГБЦ два распредвала, гидрокомпенсаторы отсутствуют. В приводе ГРМ зубчатый ремень и на впускном распредвале присутствует фазовращатель. Мы не раз говорили, что двигатели Volvo весьма надежны и слабых мест не имеют. Без труда могут пройти 500 тысяч километров при хорошем и своевременном обслуживании. Сегодня мы обратим внимание на хлопотные места и важные эксплуатационные особенности, которые помогут продлить жизнь этому мотору. У двигателей Volvo оригинальное расположение опор кронштейн на переднем торце отсутствует, зато есть опора подвес в задней его части. Эта опора ходит примерно 200 тысяч километров. Когда она изнашивается, то вибрации от двигателя передаются на кузов. А если резиновый демпфер совсем изношен, то тогда будут слышны посторонние звуки. Также стоит оценить состояние нижних опор. Если все нижние опоры износились одновременно, то двигатель просто ляжет на подрамник, что сопровождается еще более сильными и явными вибрациями. С 1999 по 2002 год рядные пятерки Volvo оснащались дроссельной заслонкой фирмы Magneti Morelli. Этот дроссель запомнился очень недолгим сроком службы. Дело в том, что за несколько лет эксплуатации пластины бегунка перетирают графитовый слой на контактных полосках, и тогда датчик слепнет. То есть датчик положения дросселя был очень неудачно спроектирован. В зависимости от степени износа потенциометра и размера протертого участка симптомы этой неполадки могут немного изменяться. Прежде всего плавают холостые обороты, двигатель теряет тягу, появляется характерная ошибка. Двигатель уходит в аварийный режим и не развивает больше двух тысяч оборотов. Также двигатель может подгазовывать и глохнуть. Это происходит потому, что ЭБУ пытается найти реальное положение дросселя. Следом пропадают отклики на педаль акселератора, иногда в каком-то определенном диапазоне открытия дросселя. Эти неполадки могут длиться годами, хотя иногда дроссель может выйти из строя и за две недели после появления плавающих холостых оборотов. Двигатели, которые оснащены дроссельными заслонками Magneti Morelli, навсегда с ними связаны. Это значит, что поменять эту дроссельную заслонку на какую-то другую не удастся. Приходится мириться с тем, что есть. Срок службы новой дроссельной заслонки достаточно ограничен. Естественно, неисправную заслонку можно заменить на БУ. Но это решение не является успешным на долгие годы. К тому же практически каждую БУ дроссельную заслонку надо адаптировать при установке. Данные дроссельные заслонки чинятся. Если дорожки графитовые не сильно изношены, то их можно пододвинуть, подставив под бегунок сохранившиеся части. Также есть решение установки датчика от дросселя автомобиля ВАЗ-2110. На западе же предлагается установка бесконтактного датчика на эффекте холла. Но такое решение дорогое. Практически стоит столько же, сколько новая дроссельная заслонка. Расходомер воздуха на двигателях 2.4 не часто беспокоит своих владельцев. Но в ряде случаев именно он является виновником повышенного расхода топлива и перескоков состава топливо-воздушной смеси. То бедная, то богатая. Перед заменой расходомера его стоит почистить и измерить сигнальное напряжение и убедиться, что именно он является виновником тех или иных проблем. Датчик положения коленвала на двигателе Volvo 2.4 обычно проблем не вызывает и служит долгие годы. Однако если двигатель начал неуверенно запускаться, а при этом система зажигания и топливная система в порядке, то стоит обратить внимание именно на этот датчик. Для уверенного запуска 2.4-литрового двигателя Volvo необходимо, чтобы бензонасос подавал топливо под давлением 3.6 бара. Это значение не должно никак уменьшаться после остановки двигателя. Регулятора давления на топливной рампе нет. Его роль выполняет обводной клапан, который находится на погружном бензонасосе. Говорят, что он голыми руками превращает V-образные двигатели в оппозитные двигатели. Итак, встречаем, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Ну что, рассказывай дальше. Под декоративной крышкой находится электропроводка, которая идет к катушкам зажигания и к клапану фазовращателя. Провода здесь очень плотно упакованы. Они нагреваются и остывают, что приводит к осыпанию изоляции и к растрескиванию защитных гофр. Тогда провода начинают контактировать между собой, что, к счастью, практически никогда не приводит к короткому замыканию. В ответ на это двигатель теряет мощность. Надо следить за проводкой. А если под декоративной крышкой в желобе электропроводки появилось масло, либо его пролили в результате неаккуратной заливки, либо его выдавливают через крышку маслозаливной корловины в результате повышенного давления газа в картере. Ресурс катушек зажигания на моторах Volvo 2.4 очень хороший. Конечно, многое зависит от свечей зажигания. Кстати, поклонники автомобилей Volvo чаще всего используют оригинальные свечи. Именно они служат дольше всего. Катушки зажигания выходят из строя от старости. Их корпуса трескаются вдоль, после чего искра пробивает на ГБЦ. Ремонтировать смысла никакого нет. То есть заклеивать их эпоксидным клеем придется покупать либо оригинальные катушки, либо хорошие заменители. И то, и то стоит недешево. Но есть отличный вариант покупки БУ-катушек в «АвтоСтронг». Топливные форсунки служат действительно долго и не нуждаются в замене. Но стоит их почистить, если автомобиль эксплуатируется 15-20 лет. Тогда он поедет намного бодрее. А если владелец отважится на замену форсунок, то есть поменять старые на новые, комплект стоит 250-300 долларов, то этот двигатель 140-сильный будет очень резвым. Также со временем придется поменять вот эти уплотнительные колечки. Они твердеют, перестают выполнять свою функцию и воздух попадает во впускной коллектор. Возникает подсос воздуха. Это одно из многих мест, где может просачиваться воздух. О просачивающемся воздухе в обход расходомера говорит положительная топливная коррекция. Форсунки меняются без особого труда. Также без особого труда можно заменить и вот эти резиновые уплотнители, так как рампа достается очень легко. Модульные двигатели Volvo часто страдают от повышенного давления в картере. Из-за этого выдавливаются сальники, появляется расход масла на угар. Также в запущенных случаях газы выдавливают масло через трубку масляного щупа. Это происходит из-за закупоривания маслоотделителя, его сливной и подводящих трубок. Зимой конденсат может замерзнуть и на утро мотор может бомбануть масляным фонтаном из трубки масляного щупа. Закупоривание системы вентиляции картерных газов происходит в основном из-за коротких поездок и из-за масла сомнительного качества, которое откладывается гуталином и сажей в тонких трубках. Обратим внимание, что здесь стоит мембрана на трубке, по которой картерные газы уходят во впускной коллектор. Так вот, если эта мембрана треснет, либо порвется, то тогда двигатель станет слишком сильно и интенсивно высасывать картерные газы и пары масла. Если система вентиляции картерных газов на модульном двигателе Volvo никогда не диагностировалась и ее элементы не менялись, то можно провести проверку. Для этого на маслозаливную горловину надо надеть перчатку и завести двигатель. Если перчатка минимально всасывается, значит разрежение под клапанной крышкой и в картере нормальное. Если минимально надувается, то есть проблема с проходимостью системы вентиляции картерных газов. Также стоит погазовать. Перчатка и в этом случае не должна надуваться. Если надувается, то придется снимать впускной коллектор и менять маслоотделитель, который находится под ним, и все закупоренные трубки. Этот двигатель оснащен единственным фазовращателем на впускном распредвале. Ресурс неплохой – в среднем 200 тысяч километров. Если что-то не так с фазовращателем, тогда слышен посторонний стук при работе двигателя. Также может быть значительная утечка масла, которое попадает на ремень ГРМ. Также муфту из-за радиального люфта может перекосить, и тогда ремень соскочит, и двигатель получит реальные повреждения. Неисправную муфту приходится менять на новую. Новая стоит 300 долларов, хотя уже есть предложения по ремонту и восстановлению данных муфт. Как правило, на автомобилях Volvo в начале 2000-х годов не загорается соответствующая ошибка из-за неполадок системы изменения фаз газораспределения. Но отклонения в работе этой системы отлично видны по фактическому и запрашиваемому положению распредвала относительно коленвала. Если есть отклонения более чем на 1-2 градуса, то либо муфта барахлит, либо неисправен управляющий соленоидный клапан. Клапан, кстати, можно сразу заменить, чтобы определиться с причиной поломки. В таких случаях, когда муфта работает тихо, а двигатель без причин плохо тянет, расходует больше топлива, может заглохнуть на холостых оборотах и есть отклонения в расположении распредвала, то, скорее всего, виноват управляющий клапан. Ремень ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров, но многие его меняют немного раньше. Ремень ГРМ надо менять вместе с помпой. Есть неприятные случаи с неоригинальными помпами, а именно помпа перекашивалась. Внутри стругала стружку, снаружи перекашивалась настолько, что ремень соскакивал. Поршни встречались с клапанами и бам! Субтитры делал DimaTorzok С 2000 года бензиновые двигатели Volvo не оснащались гидрокомпенсаторами, поэтому они нуждаются в регулировке тепловых зазоров, особенно если двигатель эксплуатировался на газу. Регулировка тепловых зазоров производится самым неудобным образом. Мало того, что приходится иметь дело с толкателями, стаканчиками, так еще при снятии верхней постели распредвалов, распредвалы приходится прижимать специальным кондуктором. Обратите внимание, что гидрокомпенсаторы отсутствуют. Прижимать распредвалы нужно для дополнительного контроля тепловых зазоров, хотя текущие тепловые зазоры можно померить через вот эти вывернутые заглушки. Номинальные зазоры для впускных клапанов 0,2 мм, для выпускных 0,4 мм плюс-минус 0,03 мм. С ГБЦ ничего плохого не случается. Масложор этим двигателем не свойственен, но в камерах сгорания и на клапанах мы отчетливо видим следы масложора, то есть масляный нагар. В этот мотор заливалось некачественное масло и менялось, скорее всего, нечасто, поэтому оно выпадало вот таким осадком. Но распредвалы, к удивлению, успешно выдержали это испытание. Напоминаем, блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. Если говорить о состоянии, то мы видим нагар на донышках поршней. Также в гильзах плохо просматривается хон, видны побежалости, но механического износа мы не видим, то есть задиров нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, раскидали мотор и сразу видим, что масло в нем меняли нечасто, либо же заливали некачественное масло. И оно легло вот таким вот черным нагаром на детали, хотя двигатель не дизельный, а бензиновый. На бензиновом такого точно быть не должно. Исходя из всего, мы не видим критического износа деталей. Маслосъемные кольца не закоксованы, компрессионные не залегли, шатунные вкладыши без критического износа, коренные тоже. Ну и шейки коленвала выглядят бодрячком. И верхние коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. Маслофорсунки, кому интересно, в этом блоке присутствует. Разборка закончена. И вот такой вот надежный очередной мотор Volvo мы разобрали. Посмотрите, насколько он добротный. Его даже не может убить некачественное масло. Если вы хотите знать о моторах, коробках и будут запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».